Исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Миронов посетил дворы, благоустроенные в 2017 году, с целью осмотреть их состояние и качество по прошествии времени. Так, например, здесь на первый взгляд вполне приятный глазу и ухоженный дворик. Территория дома 70 по улице Калинина благоустраивалась в рамках проекта «Городская среда». Однако на площадке были установлены не те игровые элементы, которые указывались жителями. Есть и другие недочеты, главные из которых – покрытие участка. Вместо вот этого речного песка, который должен пропускать как бы эту всю влагу, они завезли вот этот карьерный желтый песок, который он сейчас уплотнился весь, просто камнем себя встал, да, и вот он просто-напросто вот такими вот буграми мы тут маленечко кое-каде сбиваем, сколько можем. Есть и нарушение принципов программы «Доступная среда». Вот эта горка, она была заявлена как для детей инвалидов. Да. Вот эта? Да, вот эта горка тут, как можно проехать сюда? Ага. Бордюры со всех сторон. Как говорят представители управляющих компаний, тогда, три года назад, процесс проектно-сметных процедур и закупок затянулся, вследствие чего сами работы проводились подрядчиками в спешке. Впрочем, Игорь Миронов указал на недостатки более ранних этапов. Ошибка на этапе проектирования, соответственно, несоблюдение технологий при реализации этого проекта, да, и не поддержка в должном состоянии этого объекта. Вот и то, что имеем, то, что имеем. Понятно. Ну, конечно, покрытие безобразное. Время показало несовершенство проделанных работ. Зачастую лепту вносят и недобросовестные жители. Например, те, что разрушили ограждения вокруг футбольного поля. Сознательные же горожане должны активнее выражать позицию, подчеркнул сити-менеджер. Ну, многое зависит еще от активной жизненной позиции непосредственности. Понятно. Поэтому молчать не надо, надо реагировать обязательно. Необходимо решить вопросы с песочным покрытием, ограждением, исправлением локальных недочетов. Не все гладкое у дома 48 по бульвару космонавтов. Обширная территория, окруженная высотными домами, начала благоустраиваться благодаря активности жителей, которые участвовали в программах с финансированием и конкурсах. Заметные перемены произошли в 2017 году. Однако тогда проект преображения был значительно сокращен после экспертизы. То есть мы желали бы, чтобы здесь все-таки, в данном случае мы, это я озвучиваю со стороны жителей, то есть здесь должно было быть футбольное поле, здесь должно было бы быть зонированные игровые площадки, соответственно, с мягким покрытием. В результате, ну, в силу некоторых обстоятельств того периода это не случилось, о чем мы очень сожалеем. От проекта осталось лишь четверть, сетует руководитель управляющей компании. К тому же есть и выявленные случаи несоответствия качества заявленному уровню. Сама вот эта дорожка по краям, то есть должна была быть обсыпана, земельная обработка должна была быть, плюс само покрытие резиновой детской площадки спортивной, которая, ну, тоже ближе подойти, видно даже отсюда, но сразу же начало крошиться. Во дворе перед домом 15 по улице Пархоменко невнимательное отношение проявилось уже в начале работ. Не было подготовлено основания, выравнивание почвы. На глаза попадаются элементы неблагоустроенности и незавершенности. Рейд позволил вывести на поверхность острые требующие решения проблемы. По итогам моего посещения дворов, которые были реализованы в 2019 году в рамках проекта «Башкирские дворики», в социальных сетях я получил большое количество комментариев от жителей города Салават с предложением, с просьбой выехать на те дворы, где действительно есть проблемы. Поэтому я принял решение сегодня выехать на такие участки, чтобы лично ознакомиться, осмотреть. Да, наверное, это были первые дворики, которые город реализовывал в 2017 году. Но даже тогда можно было предусмотреть и более качественную проработку проектных решений, и более тщательный контроль за самим исполнением работ. Ну и, собственно говоря, по тому, чтобы довести этого до логического конца. Сейчас мы видим, что абсолютно не подготовлено основание, не правильный материал, который был использован для отсыпки этой территории. Ну и абсолютно незаконченный вид, ни ограждений, ни, соответственно, подготовленных тротуаров, ничего того, что должно быть, о чем мы сейчас договорились с коллегами. Поэтому комплексный подход, только комплексный подход. В целом, чтобы это было закончено, эстетично, красиво, удобно, комфортно, вот только такие площадки мы будем реализовывать в будущем. Сразу же были намечены ближайшие шаги. Что касается этих площадок, то будем встречаться с подрядными организациями. Я так понимаю, что сроки, гарантийные сроки пока еще не вышли. Будем общаться. Думаю, что получится найти компромисс, договориться, чтобы те обязательства, которые должны были быть выполнены, они были исполнены с их стороны. Управляющим компаниям рекомендовано провести встречи с жильцами, чтобы найти пути решения по работам, которые не являются гарантийными. А главное – наладить и укрепить диалог. Зуфьял Сургулова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Словат».